Добрый день, дорогие друзья. Для тех, кто к нам подключился, у нас третья часть секции лабораторное дело в рентгенологии, лучевая диагностика глазами рентген-лаборанта. И мы сегодня с вами говорим о тех особенностях вклада в общее дело наших самоглавых работников, это рентген-лаборантов. И мы заслушаем доклады, где они делятся своими какими-то фишками, своими наблюдениями, своими интересными какими-то моментами. И я сейчас дам слово сопредседателю, это наш гость из Москвы, заведующий отделом развития лабораторного отдела лучевой диагностики, научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Елене Вячеславовне Паниной. Пожалуйста, Елена Вячеславовна. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я рада вас приветствовать на нашем третьем заключительном блоке, сегодня заключительном блоке Невского радиологического форума. И Владимир Вячеславович замечательно в течение всего дня нам рассказывал, представлял модераторов. И мы сегодня много поговорили про МРТ-исследования, но ни одно наше с вами действие невозможно представить без каких-то организационных вопросов. И третья секция будет посвящена этим вопросам. Уважаемые коллеги, вы уже прослушали большой массив знаний, большой опыт наших коллег из Санкт-Петербурга. В нашем третьем блоке у нас два спикера из Москвы. И, конечно, в эпоху перемен, в эпоху вот такой сложной эпидемической ситуации мы не могли не вспомнить и не поговорить о вашей каждодневной сложной работе в ковидаре, в ковид-центрах. И, как уже стало известно, мне кажется, всему миру, что одним из самых важных диагностических мероприятий именно при данной пандемии компьютерной томографии узнали практически все. И я рада представить вам первого докладчика победителя конкурса «Лучший рентгеллаборант» 2019 года среди рентгеллаборантов Москвы. Как вы знаете, что и Московское сообщество, и Российская ассоциация медицинских сессер проводят ежегодные конкурсы. Если вы еще не принимали участие и не пробовали свои силы, конечно, обязательно попробуйте, потому что, если вы нас смотрите, значит, вы уже хотите развиваться, значит, вы уже профессионалы, и вам есть чем поделиться с профессиональным сообществом. Рентгеллаборант старшего рентгеллаборанта городской клинической поликлиники 22 Рогинина Евгения Викторовна, который нам расскажет о опыте организации, то есть самого процесса в ковидных центрах. И доклад называется «Рентгеллаборант в эпоху ковид». Давайте ее послушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рогинина Евгения Викторовна. Я практикующий рентгеллаборант. Работаю в городской поликлинике номер 22 города Москвы. По совместительствам являюсь экспертом в научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий. Тоже город Москва. Тема сегодняшнего моего доклада – это обеспечение безопасности персонала отделения лучевой диагностики во время эпидемии. Все медики столкнулись с этой опасностью. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был на передовой и остается до сих пор на этих рабочих местах. Я думаю, что все у нас благополучно закончится, завершится, и мы это будем воспринимать как очередной опыт в нашей жизни. Так как я являюсь практикующим рентгеллаборантом, тема моего сегодняшнего доклада основана на практически приобретенных знаниях. Итак, все мы знаем, что в декабре 2019 года в городе Ухань, Китае, произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. 11 февраля 2020 года заболевание получило название «новая коронавирусная болезнь». И уже 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила уже глобальную ситуацию в этой области, в области общественного здравоохранения. То есть вся армия медиков была подключена к борьбе с этой инфекцией. В это время, конечно же, мы немножечко позже столкнулись с этой проблемой. У нас уже был опыт, которым поделились страны, в которых эта инфекция пришла раньше. Мы с 1 марта в нашей стране, в общем-то, так активно начали вводить борьбу с этой коронавирусной инфекцией. И вот в это время были изданы временные методические рекомендации, согласно которым диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен исключительно по данным компьютерной томографии. То есть даже без проведения теста ПЦР, уже КТ давал понимание тяжести и прогнозов лечения и ведения тактики этого заболевания. Да, и в том числе и, к сожалению, предупреждения или, наоборот, прогноз летальных исходов. Конечно же, в этот момент медицинские работники всего мира оказались в зоне высокого риска заражения. Во всем мире во много раз возросла нагрузка на отделение именно лучевой диагностики. Рентген-лаборанты вошли в число медицинских сотрудников так называемой первой линии, которые подверглись контакту с заболевшими пациентами. И отсутствие лаборанта напрямую сказывалось на работоспособность отделений, поскольку если лаборант выпадал по той или иной причине, по причине изоляции или по причине болезни, он выпадал из работы, то найти замену рентген-лаборанту составляло достаточно большие трудности, потому что это очень такая востребованная специальность в этот момент оказалась. И часто случалось, что вместо рентген-лаборанта работали даже врачи-рентгенологи, что, конечно же, существенно замедляло работу таких отделений. Зона высокого риска с чем была связана? Потому что, конечно, рентген-лаборант имел непосредственный контакт с пациентами. Он производил опросы, он производил укладку, он производил исследования этих пациентов. И, конечно же, путь распространения этой инфекции, воздушно-капельный путь, это преобладающий путь передачи COVID-19, тоже способствовал, в общем-то, высокому риску заражения сотрудников. И вот приказ Департамента здравоохранения Москвы от 10 апреля 2020 года, номер 385, говорил о том, что были организованы амбулаторные КТ-центры на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, которые оказывали термичную медико-сегидарную помощь взрослому населению. И в том числе на базе городских поликлиник города Москвы были созданы амбулаторные КТ-центры, назывались они АКТ-центры. В чем заключалась работа АКТ-центра? В марте 2020 года в методических рекомендациях научно-клинического центра диагностики был разработан бизнес-план работы ОЛД в период пандемии, в котором отмечалась важность разделения отделений первичного звена здравоохранения на чистую и грязную зону. Чуть позже объясню, для чего это было сделано и какие результаты мы получили. Итак, чистая зона. Что она включала в свое понятие? Это был отдельный вход для сотрудников, культовая, ординаторская, административный офис, ну и, конечно, иные помещения, комнаты отдыха, архивы, туалеты для персонала. И грязная зона. Это вообще отдельная зона, которая просто физически отделялась от чистой зоны. В грязную зону у нас входили процедурные, коридор, кабинеты для обследования пациентам с подозрением на COVID-19 или с подозрением на наличие уже этого заболевания. И, конечно же, пациенты, которые вновь поступали из приемного отделения. При этом персонал, который находился в чистой и грязной зонах, не пересекались между собой. Вот так вот схематически выглядела организация производственного процесса в отделениях лучевой диагностики. То есть до образования АКТЦ пациент попадал в отделение в кабинет компьютерной томографии. И рентгенолаборанты, работающие в этот момент в этом кабинете, мало того, что они общались, пересекались напрямую с этим пациентом, они еще и пересекались между собой. То есть два работающих лаборанта подвергались одновременно опасности выражения. После переоборудования АКТЦ, как раз согласно этому плану, когда было уже разделение на литовую и отдельно аппаратную грязную зону, в общем-то пациент уже общался напрямую только с одним человеком, с одним медицинским работником, что, конечно же, сокращало риск заражения медицинских работников. Однозначно использовалась специальная противоэпидемическая защита. То есть все пациенты, которые попадали и находились в период своего обследования в АКТЦ, в обязательном порядке выдавались индивидуальные маски, были различные средства для обработки рук, то есть они были в полном доступе. Пациенты были в ахилах, соблюдалась дистанция между этими пациентами, так все было промаркировано, то есть пациенты, в общем-то, между собой тоже в близком порядке не пересекались. Персонал, который работал в чистой зоне, был обеспечен масками, это уже были необычные маски, класс масок FPP 2 или 3, шапочками и одноразовыми халатами. А уже персонал, который работал в грязной зоне, был обеспечен средствами индивидуальной защиты сизами класса 3. Это привычные нам уже тайвики, очки для лица, респираторы, перчатки, защитные шлемы на голову одевались, то есть там уже, конечно, уровень защиты был намного выше. В этот момент впервые в КТЦ был введен новый формат медицинского функционала. Это были уплатчики, которые занимались позиционированием пациента на аппарате компьютерного томографа и последующим снятием пациента со стола. Также в их функционал входила обработка этого аппарата, дезинфекция этого аппарата. Укладчиками могли являться и рентгеноваборанты, и врачи-ординаторы, и просто сторонние медицинские работники, которые привлекались к данной работе. Но в основном, в общем-то, это, конечно, были рентген-лаборанты, которые ранее работали в кабинетах плюрографии или маммографии, так как на период пандемии эти кабинеты были закрыты, был прекращен прием пациентов. Это было постановение правительства Российской Федерации номер 432. Рентген-лаборанты, конечно же, из этих кабинетов не всегда имели опыт работы в компьютерной томографии. Но тут уже подключились знающие рентген-лаборанты, которые своими силами на местах обучали укладчиков. Были созданы методические пособия, разработаны различные видеоролики, сняты прямо на рабочих местах. То есть, в принципе, обучение, процесс обучения не занял большое количество времени. И, в общем-то, знания передавались очень активно, принимались с латчиками очень активно. И, в общем-то, это сыграло свою такую положительную роль. В этот момент было принято решение, вообще, насколько актуально вот это вот разделение зон в момент работы АКТЦ. Была проведена статистика. В эту статистику были включены три группы. Первая группа – это рентген-лаборанты, которые работали до развертывания АКТЦ. Они работали одновременно и в аппаратной, и в пультовой. Период был взят с 01.02.2020 года до 10.04.2020 года. Вторая группа исследуемых – это была рентген-лаборанты, которые работали в АКТЦ, но уже не контактировали с пациентами. Они работали только в пультовой, которая и считалась в данный период чистой зоной. То есть они больше с кем не пересекались. Это был период взят с 01.04.2020 года до 24.06.2020 года. Третья группа – это как раз и была группа укладчиков, которые имели непосредственный контакт с пациентами, которые работали в аппаратной. Аппаратная в этот момент считалась в грязной зоне. И тоже был период с 01.04.2020 года. Информация по числу выбывших медицинских сотрудников еженедельно в форме отчетов была предоставлена заведующими отделениями в научно-практический центр, где и велась такого рода статистика. Какие же получили результаты? До начала пандемии в период с февраля по апрель месяц 2020 года в поликлиническом звене, в кабинетах компьютерной демографии работали 90 рентгенового варанта, 71 женщина, 19 мужчина. Тредний возраст этих сотрудников был 52 года. И при этом за этот период выбыли из работы 38 работников. То есть это достаточно высокое количество. Тот период с апреля по июнь месяц, когда в АКТЦ были введены должность укладчиков, было введено 98 укладчиков. И если мы посмотрим на полученную статистику, из укладчиков выпало 38 человек, которые были по болезни или по контактам. А из сотрудников, которые работали в чистой зоне, из тех времен рентген-лаборантов, выборших было всего 9 человек. То есть 8,7%. Очень положительная динамика, очень положительные результаты, согласно этому плану, были получены. Что можно сказать в заключении? Вообще, для чего это делается? И что на выходе мы получили? Важно в этом моменте отметить, что укладчики являются быстро обучаемым и заменяемым медицинским персоналом. По сравнению, конечно, с рентген-лаборантами. Поэтому их выбывание из работы, из рабочего процента, в меньшей степени сказывается на работоспособность отделения лучевой диагностики. То есть изменение рабочих процессов ОЛД в период пандемии COVID-19 привело все-таки к оправданному увеличению числа персонала кабинета в КТ, как раз за счет введения роли укладчика. Прекращение контактов рентген-лаборантов с пациентами в целях сокращения рисков инфицированных также снизило процент заболеваемости в виде этой группы. И, конечно же, все это следует тому, что были уменьшены риски остановки работоспособности отделения. То есть результаты были действительно положительными. В этот момент очень активно как раз были привлечены различные телемедицинские технологии. Это и обучение по Zoom, это и общение по WhatsApp. То есть это действительно были такие видеоконференции, видеоролики для тех лаборантов, которые вообще иногда и впервые видели аппарат компьютерной томографии. Это, конечно же, и консультации этих рентген-лаборантов с другими сотрудниками. Это общение между собой также в формате консультации врачей-рентгенологов. И, конечно же, это была связь рентген-лаборанта со своим врачом-рентгенологом, который в основном, конечно, они работали в этот момент на удаленке. Поэтому вот эти технологии позволили иметь непосредственный такой прямой контакт с врачами. Для рентген-лаборантов это очень важно. Ну и, конечно же, опыт, который мы приобрели, несмотря на вот такую отрицательную, опыт его можно назвать отрицательную ситуацию, мы все-таки этот слайд заданем. Несмотря на такую сложную ситуацию, которая происходила в данный момент, мы, в общем-то, приобрели огромный положительный опыт. И сейчас немножечко в двух словах расскажу именно про опыт нашего отделения. В самом начале, когда нас преобразовали уже в кабинет компьютерной томографии в составе АКТЦ, у нас в отделении работало два рентген-лаборанта. Как я уже говорила, что мы по очереди общались с пациентами. То есть у нас был прямой контакт. Кто-то сначала укладывал, сидел другой лаборант за пультом. Потом мы менялись местами. Но в этот момент два лаборанта были оснащены СИЗами, повышенной защиты. То есть у нас не было такого разделения защиты. Два лаборанта были в СИЗах типа три. И все-таки в тот момент, когда один лаборант укладывал, другой проводил исследование, мы старались между собой не пересекаться. Столкнулись с такой проблемой, что пациенты очень нас плохо слышали, плохо слышали наши голосовые команды. Потому что, естественно, защита глушила наши звуковоспроизведения. Поэтому мы все стали говорить громче, четче, для того, чтобы пациенты нас хорошо понимали и осознавали, что вообще им делать на аппарате. Дальше, с какой мы трудностью столкнулись? Так как у нас на приемах были лица других государств, которые разговаривали только на английском языке, то, конечно, команды, которые давал аппарат на русском языке, они не понимали. Вот это языковой барьер у нас был. Были подключены люди, которые нам помогли, они сказали несколько фраз на английском языке, чтобы языковой барьер убрать. То есть, опять положительный опыт, несколько таких медицинских терминов для себя узнали. Дальше, какие вначале у нас были сложности, потом мы, конечно, с ними справились. Это неправильная десобработка аппарата. Многие рентген-лаборанты после пациента пользовались пульверизаторами, распыляющими тест-средствами, что привело к выходу аппарата из строя. Также был создан такой небольшой обучающий ролик для рентген-лаборантов города Москвы о правильной обработке аппарата. Слава Богу, после этого аппараты по этой причине во всяком случае не выходили из строя. И, конечно же, если посмотреть на всю эту ситуацию, мы сейчас уже работаем в штатном режиме, можно сказать, что, конечно, важность мультимодальности рентген-лаборантов для нас очень актуальна. То есть, конечно же, рентген-лаборант должен владеть разными методиками, должен уметь работать на разных аппаратах, чтобы при возникновении такой нештатной ситуации была всегда замена в мирной жизни. Это можно сказать, что один из лаборантов входит в отпуск, аппарат простаивает, но ему на помощь уходит другой лаборант, который владеет этой методикой. То есть, взаимозаменяемость и мультимодальность в нашей жизни просто это такое необходимое вину. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я надеюсь, моя информация и мой опыт вам пригодится. Спасибо большое. До новых встреч. Уважаемые коллеги, мы прослушали доклад Евгении Викторовны Рогининой. Я вижу ваши вопросы в чате. Вот к Евгению Викторовне есть вопрос, сталкивались ли в своей практике рентгелаборанты в своей практике с пациентами с COVID-19 и какие были действия. Я позволю себе прокомментировать за Евгению Викторовну. Да, мы в Москве очень много сталкивались с данными пациентами. Наши рентгелаборанты работали в средствах индивидуальной защиты. Как мы уже сказали из предыдущего доклада, что у нас было разделено на две зоны, то есть зоны, где работали укладчики и они тоже находились в СИЗах, и зоны, где работали рентгелаборанты условно чистые зоны. Там, где это было возможно организовать, не везде это было возможно организовать, то есть где-то конструкция не позволяла разводить потоки. Но тем не менее мы работали в защитных одеждах и соответственно это и была барьерная функция, то есть основная функция защиты были защитные костюмы. Но все мы понимаем, что до работы добираться или после работы это в любом случае общение с населением и были различные методы профилактики. То есть это какие-то профилактические средства, это витамины, это ничего специфического конечно мы не делали. Более того, в Москве был разведен жесткий карантин и передвигались в тот период мы строго по пропускам медицинским, если ты в этот день не работал, ты не мог перемещаться до места работы и тем самым контактировать. Более того, подходы в поликлинике в КТЦ были разделены на определенные зоны и зоны, через которые проходили медицинский персонал не пересекались никаким образом с потоками пациентов. В тот момент, когда мы заходили в зоны АКТЦ, их специально назвали АКТЦ, это отдельный вход для пациента с температурой, неважно подтвержденный ковид, неподтвержденный ковид, пришел на диагностику, если у тебя есть температура и признаки ОРВИ, то с этим пациентом регионаборат может окснуться только в защитной одежде. Также я вижу комментарии замечательные про то, что вам нужно больше информации по компьютерной томографии. Мы на следующем, я думаю, что в Невском форуме мы это учтем, но на самом деле на сайте Радиологии Москвы в разделе Рингела Баранда против ковид есть, мне кажется, видеоуроки по каждой методике компьютерной томографии уже. Мы эту акцию проводили, видеозаписи этих видеоуроков, они абсолютно бесплатно доступны вам. по момент ковида, то есть у нас была акция Рингела Баранда против ковида, если вы зайдете на сайт Радиологии Москвы и ведете Рингела Баранда против ковида, вы увидите очень много обучающих роликов именно по компьютерной томографии. Не только органов грудной клетки, как мы с вами привыкли думать, что если это против ковида, там все-все модальности, включая соответственно контрастное усиление. Ну и мне кажется самое время подойти к следующему докладу и поговорить о следующем докладе. И мне кажется он актуален как никогда. Но, во-первых, мы сегодня поговорили в предыдущем докладе о том, что пришлось многим регионалаборантам переучиваться, потому что дефицит регионалаборантов был настолько велик, что регионалаборанты, которые работали на флюорографии, в стоматологических поликлиниках, так как эти кабинеты были закрыты, вынуждены прийти на помощь в компьютерную томографию. И как прецедент у каждого молодого специалиста или немолодого после прохождения профпереподготовки всегда нужен тот человек, который поможет или направит нас как правильно работать, какие есть нюансы методики. И мне кажется этот человек это человек наставник. Поэтому следующую доклад мы посвятили именно этой теме, а именно наставничество в отделениях лучевой диагностики, их проблемы и решения. И данный доклад прочитает Аточкин Владимир Вячеславович. Владимир Вячеславович, вам слово. Добрый день, глупо уважаемые коллеги. Сегодня мы должны поговорить о проблеме наставничества. Эта проблема не касается нас до тех пор, пока кто-нибудь не уходит в отпуск, кто-нибудь увольняется, переходит на другую должность и возникает остатый вопрос, кто будет работать. И здесь мы срочно пытаемся кого-то найти, чтобы он мог прикрыть других. И в этот момент возникает, что этого человека надо учить, потому что даже если это молодой специалист, который пришел из медицинского колледжа, училища, института, несмотря на то, что он там учился, он совершенно не представляет, как обстоят дела на рабочем месте. И даже если это опытнейший человек, которого вы нашли где-то по знакомству, он тоже мог работать совершенно на другой технике, на других аппаратах его надо учить, как молодого специалиста совершенно заново. Да, существует, конечно, некоторое отделение, как базы, на которых постоянно сидят какие-то ученики, обучающиеся, там, ординаторы, ревнин-лаборанты. здесь ситуация другая. Всегда есть извечные какие-то проблемы вот этого вот обучения, и мы поговорим о них сегодня. Прежде всего, на основе что это такое? Это отношения, в которых учитель, опытный человек помогает ученику освоить определенные моменты. В данном случае это принятое лабораторное дело или же лучевая диагностика, если мы говорим либо про лаборатор, либо про ревнин-лаборантов. Четыре вопроса. Кто будет заниматься наставничеством? Кому, собственно говоря, если вы зайдете на отделение и спросите, кто будет учить, скажет, я не буду, я не буду, мне некогда, у меня куча работы, все откажутся от этой идеи в принципе, потому что никто не хочет. В чем здесь краеугольный камень? Кто-то говорит, что я не буду учить, потому что мне за это не платят. Всегда возникает вопрос, сколько нужно человеку платить, чтобы он делился своими знаниями? То есть, если, допустим, человеку начисляют тысячи две дополнительно за то, что он кого-то учит, он потом скажет, я не буду сидеть, потому что мне мама платит. То есть, измеримость в день изноуприваленте наставничества, она очень сложная. Ну, и таким образом учить никто не хочет. Одно дело, тебе скажут, вот научишь его, тогда мы тебя пустим в отпуск. Это мотивация, все ясно. Второй вопрос, вы лично готовы кого-то учить, да, надо себя спросить? И тут, так скажем, всегда потенциально есть те, кто могли бы учить, но на того, на кого все это решается, ему без конца говорят, ты неправильно учишь, это твой ученик, но ты его учил. Но когда им скажут, давай ты учишь, сразу никого не будет. Потом вопрос, к кому, да, к кому, да, вы будете преподавать непонятно кому. Одно дело, того, кого вы берете на работу, это понятно, а другое дело, потому что вы являетесь учебной базой, да, и опять же, либо это благодарные ученики, которые хотят научиться, либо это те, которые сидят в телефонах и просто ходят, потому что они сейчас протекают учебу, им надо где-то сидеть на каких-то практических базах, да, ну и возникает вопрос, зачем, да, им учиться. Одно дело, мы обучаем нас мотивация, чтобы его взять, другое дело, мы учим, потому что не знаем зачем. наставничество, оно существовало всегда, в любой отрасли незаконной медицины, всегда кто-то кого-то чему-то учит, всегда учат новичка, всегда учат тех, кто пришел, всегда это было, но если касаться медицины, то раньше врачи это было чудо, да, врачи чудо, знали, что вот где-то один живет там, и он будет всех лечить, что вот он крут, и его ученики, они ходили с ним, учились всему, так сказать, из уст васта, из рук в руки, и это было все здорово, это было важно и нужно, а сейчас количество выпускаемых учеников в колледже, училищ, медицинских вузов, оно такое, что количество наставников в таком, ну, тоже возрастает, естественно, в огромной геометрической прогрессии, то есть очень увеличилось количество желающих работать в медицине, но прежде чем разговариваться в снаставничестве, мы обратимся к такой вот интересной исторической детали, как клятва Гиппократа, сам термин был введен в 70-м году, но тем не менее Гиппократ жил очень давно, и все свои труды он написал давно, и они легли в основу собственно вот этих всех клятв и всего прочего. Если мы обратимся к цитатам подобных документов, то она призывает следующему, это клятву, что надо считать, научившим меня врачебному искусству наравне с моими родителями. То есть меня учит какой-то наставник, это мой учитель, это мои практически родители, и я должен делиться с ним своими достатками, то есть я научусь, меня научат, как я должен работать, зарабатывать на своих лет. Мой учитель, он состарился, я должен помогать ему в нужде, еще его потомков всех очень бесплатно, если они захотят учиться. То есть все это оказывается всегда было, только времена изменились, и как-то это все ушло. То есть раньше, безусловно, наверное, во времена Гиппократа учили, за что-то учили, врачи передавали свое, возможно, недаром, скорее всего. Но вот здесь написано, что должны считать учителя вообще родителям практически и всяческим помогать. Ну и вот проблема заключается в взаимоотношении ученика и учителя. То есть, во-первых, надо найти учителя, он же будет наставником, во-вторых, разобраться, кто кому что должен. Чтобы человека стал наставником, у него должна быть мотивация. Есть там полпроцента людей, а может быть больше, которые самоотвержены настолько, что готовы заниматься совсем бесплатно. И на отделении бывает, что есть такой человек хотя бы один, а бывает никого. Но базировать все образование рентгенологическое, я имею в виду и средний медперсонал, и врачей, только над этих людях нельзя. То есть, это не повезет, если нет такого человека. Второе. Лучше, когда у наставника есть заинтересованность и ответственность. То есть, он понимает, что ему надо это делать, он это делает, он ответственно поступает, обучает, зная, что от того, как он научит, будет зависеть дальнейшая судьба этого ученика. Ну, а самый лучший вариант, когда работают все три составляющих. То есть, человек, к меру, самоотвержен, его заинтересовали каким-то рублем, условно говоря, и отсюда рождается и ответственность, и все это вместе работает. Тогда это идеальный доставник, в принципе. Да, такие тоже самоотверженности, это прекрасно. Да, но в какой-то момент человек выгорает, в какой-то момент человек не может заниматься, да, с этими учениками. И кто остается? Остаются люди незаинтересованные и несамоотверженные. Поэтому, если к самоотверженному прибавить еще две составляющие, то это будет наставник вообще настоящий мотивированный. Молодой специалист, он тоже должен быть мотивированным. потому что не хочется обучать того, кто не хочет обучаться. То есть, молодой специалист либо пришел, и он хочет устроиться на работу, поэтому он впитывает, впитывает себя все как губка, да, самоотверженно учится. либо он каким-то образом заинтересован, вяло, да, ну, вероответственно. Идеальный вариант, когда он заинтересован, потому что ему работать, он самоотвержен, потому что у него такая натура, и у него еще есть ответственность, которую его воспитали, либо она в корне где-то там была. Вот, поэтому здесь тоже второй камень, да, нужен, чтобы ученик был заинтересован. Если мы представим путь, неважно в какую специальность, в рентгенолабораторное дело, или же в рентгенологию в целом, это человек, который закончил училище, колледж, или же врач аргентуры. Либо его сажают, учись сам, вот мы пошли в отпуск, занимайся сам, плавай свободно. Он работать будет, да, но ничего не имеет общего. Теоретическое обучение и практическая работа, это вещи совершенно разные. И он, конечно, делать будет, но он не знает нюансов практической работы, ему это не расскажут в его учреждении образовательном. Поэтому он наделает кучу ошибок, а потом попадет в первую очередь старшего родиллаборанта и заведующему отделению, потому что слишком много наделан ошибок. Да, безусловно, он приобретет опыт, но этот опыт будет приобретен через множество всяких ошибок, за что будет наказан он и его руководители. Если же ученик будет работать под контролем какого-то наставника, то ему будут рассказаны какие-то моменты, которые он сразу же возьмет на вооружение и будет меньше ошибок, и, соответственно, опыт будет приобретен быстрее и опыт будет качественнее. Поэтому что важно еще? Мало научиться красиво резать пациента, покладывать, делать красивые снимки, изображения. Тут есть этап общения с пациентами. Если лаборант с пациентами общаться не умеет, любит анамнез, не умеет с ними разговаривать, будут скандалы, будут жалобы, опять накажут всех, и его, и начальников, и всех прочих. Но общение с пациентами не учат нигде. Этому опять же учатся на практике. Наставник по идее должен научить всему этому сразу же. Второй камень преткновения это самовыразование. Можно ученика натаскать за месяц, и он будет сидеть и описывать изображение и снимки, Этген Лаборант будет резать, все будет хорошо. Но если их не приучить сразу же к чтению литературы и занятию самовыразованием, то это будет тоже неполноценный специалист. Потому что натасканный врач, например, он шаг вправо, шаг влево ничего не может объяснить и сказать. Его научили. Вот это опухоль, вот это инсульт, вот это еще что-нибудь травма. Он когда встретится с инфекцией, он не будет знать, что из этих трех, потому что больше у него нет никаких вариантов. Шаг прав лево он не способен к какому-то мышлению. Да, и он без конца будет дергать своего учителя, а что это, а что это, а что это. То есть способности думать самому у него в нем не воспитаны. Такие работают и ничего страшного. Но система НМО она предполагает, что мы должны заниматься самообразованием со всеми его плюсами и минусами. Поэтому лучший вариант все равно работать под контролем наставника. Чтобы он сразу сказал все моменты про пациентов, про самообразование. И опять же рентген-лаборант может просто резать работой один и отослал исследование хорошее неплохие или ему никто не говорит. Это плохо. Должен быть контроль. То есть врач должен сказать вот Маша это хорошее исследование вот такие всегда и делай это хорошо хорошо. Либо Маша это плохо она делает по другому укладывать надо по-другому. То есть здесь важно чтобы работали все пути и работа с пациентами и чтение образования и контроль результатов. И написано в врачах что должен совершенствовать свое профессиональное мастерство беречь и развивать благодарные традиции медицины. То есть видимо вот эту фразу за основу и взяли в непрерывное медицинское образование образовываться надо. Чем плохо наши вот эти пятилетние раз в пять лет получаем сертификаты что средний персонал что врачи в том что кто-то занимается самообразованием да и занимался еще до системы НМО а кто-то раз в пять лет только едет получает корочку или не едет даже получает и ни с какими новшествами они не знакомы и ничего больше не происходит поэтому здесь что-то должно обязательно. Вторая проблема это то что мы когда научимся чему-то мы стесняемся уже спросить у своих коллег потому что боимся что нас сочтут глупыми что мы зададим глупый вопрос но при этом мы не спросим потом будем обречены на какую-то ошибку впоследствии опять будет неприятность поэтому каким бы седым и умудренным опытом ты не был ты должен всегда посоветоваться с товарищем так должно быть должны собираться консилиумы вместе на отделение ну в кавычках консилиумы собрались обсудили это должно быть иначе не будет развития вперед ну и вы видите что молодой специфик наставник они должны друг с другом это доверие видите стрелки в обе стороны это взаимное доверие то есть один учится у другого еще и учит другого то есть наставник он все равно уже свое отучился и принимает новые технологии потому что молодежь она иногда находит какие-то такие фишки которые мы бы не додумались придумать сами в нашем оборудовании которое стоит уже не знаю сколько лет а раз и говорит а можно нажать вот эту кнопку и надо меньше кнопок нажимать ты смотришь на него что сопляк он такой говорит на самом деле смотришь действительно дельно почему мы до этого не додумались поэтому даже наставник учит молодого то что все движется вперед технологии движутся вперед молодой всегда чему-то научит старого а старый всегда передаст азы молодому и потом молодой должен переплюнуть свой наставник это нормально так должно быть ну и помимо всего наставничество включает себя работу вместе на рабочем месте лаборант с лаборантом лаборант с врачом да врач с врачом практически навыки то есть учиться сидеть сбоку от учителя и смотреть как он делает и потом сесть на прием это невозможно потому что всегда будут всегда ты увидишь что ты сам ничего не умеешь надо под контроль наставника сесть и начать укладывать резать врачу еще и писать то есть должно быть все вместе иначе он сядет работать и увидит что он окажется тот о не усмотрел тот о не усмотрел сложный случай у врача это сложный случай у адренгин лаборант это сложные исследования то есть любят врачи которые есть врачи которые любят резать все сами это плохо надо чтобы лаборант тоже умел резать потому что ситуации всякие бывают вы не можете прийти пациент пришел лаборант бы его порезал да а вы проконтролировали надо учить нельзя все брать на себя должен быть дублер ну и надо стимулировать самообразование то есть надо говорить ты там пока почитай вот это почитай вот это мне расскажешь почитай надо заставлять читать потом для того чтобы жизнь была слаще привлекать научные деятельности вот мы с вами сейчас сидим в секторе рентген-лаборантов мы с вами делимся друг с другом опытом у нас школы да мы учимся каждый рассказывает вплоть до анатомии и как это выглядит из чего диагности потому что рентген-лаборант должен и анатомию лучевую знать должен и приказы всячески знать и санэпидрежим знать и все должен знать и даже как с ковидом бороться должен знать и выступаем сейчас на конференции это зачем мы это делаем это помогает нам общаться друг с другом помогает бороться с самовыгоранием ну и привлечение к общественной деятельности я например все время своих учеников привлекаю к каким-то общественным делам поэтому на рабочем месте надо работать с навыками надо давать возможность поработать молодому специалисту ну стимулировать его лучше словом а не чем-то конкретным ну видите вот пожалуйста ученики чинят стол это здорово здорово они и будет что вспомнить за время обучения в своем учреждении видите три поколения мой ученик я и мой учитель все трое разбираем случай это здорово здорово тоже вот два поколения врачей и разбираем сложный случай так должно быть и значит научный двигатель вместе делаем доклады вместе докладываем это все важно ну и если какие-то общественные мероприятия тоже привлекаем занимаемся то есть это все позволяет бороться с самовыгоранием которое всегда нас всех караулит у нас у нас было наставничество в каком-то году официально введено и даже оформляли договор по которому за 6 месяцев 1000 рублей какой-то получил и вот у каждого был какой-то ученик закреплен но больше этого я не видел ничего но в целом такой момент был а так наставничество было и до этого и после до сих пор в заключение я хочу сказать что наставничество это красивый старинный обучение но в настоящее время требует развития поддержки мотивации какой-то потому что учить многие не хотят а надо потому что от этого зависит все наше биологическое общество и его работа поэтому наставничество это тандем учитель ученик взаимодоверие взаимовыручка взаимообучение тогда будет выращен квалифицированный кадр ну и для реализации наставничества нужно чтобы он мотивирован и наставник и молодой специалист а также администрация учреждения которая все это поддержит спасибо дорогие друзья за внимание до новых встреч спасибо Владимир Вячеславович за очень интересный доклад и у нас последний доклад нашего московского гостя Елена Вячеславовна Панина организация работы рентген-лаборантов в условиях создания референс-центров пожалуйста Елена Вячеславовна Добрый день Добрый день Меня зовут Панена Елена Вячеславовна Я заведующая отделом развития лабораторной биологической диагностики и сверстенная в движении научно-фактического центра диагностики и медицинских технологий и сегодня я рада вас приветствовать на Несском радиологическом форуме и как всегда мы сегодня на секции рентген-лаборантов обсуждаем может быть сказать даже итоги то есть прошлые итоги прошлых года или какие-то новые нововведения и предыдущие спикеры или спикеры которые будут выступать после меня конечно затронут такие темы которые прям на острее нажав на сейчас идут это ковид то есть это условия работы рентген-лаборанты как они изменились что нового произошло как люди работали какие есть особенности проведения исследований и много-много других разных моментов но а я не могу не сказать что в целом мы с вами знаем и все ощутили рентген-лаборанты на себе что основным таким вот методом диагностики ну как бы стало это КТ то есть компьютерная томография в ковидариях так называемых или КТЦ очень часто использовали этот метод но там где невозможно было использовать именно компьютерную томографию у нас использовали рентген-диагностику и вот об этом о предпосылках к чему это привело мы сегодня в моем докладе и будем говорить ну как предлог да или почему дальше произошли какие-то изменения в нашей профессии где этот поворотный момент случился какой триггер сработал сейчас мы об этом поговорим и конечно это был поворотный момент когда у нас случилась пандемия и 4 урока которые в целом система здравоохранения извлекла это коронавирус это не только угроза но и возможности мы сами увидели что как только случилась триггерная история триггерная ситуация пошли изменения изменения в службе лучевой диагностики раньше регион работал один компьютерной томографии и он и позиционировал пациента и проводил исследования но уже при рекомендациях методических рекомендациях Минздрава департамент здравоохранения в частности города Москвы мы увидели что рекомендуется вводить на позиционирование второго человека то есть это новая возможность новая как бы ставка единицы где-то закреплено мы с вами тоже посмотрим автоматизировать все что можно было автоматизировать мы с вами привыкли и у меня здесь на столе лежит бумажный носитель форма 50у это не только форма 50у все что направление вся документация мы привыкли с вами вести именно в бумажном носителе это удобно это нам привычно но ковид нам показал что что все что можно внести информационную систему чтобы минимизировать этот путь передачи то есть из рук в руки из подразделения в подразделение все можно и нужно то есть автоматизировать все нужно наносить в определенные системы для того чтобы минимизировать даже пусть передачи исследования инфекционного заболевания не говоря уж о пути да то есть об удобстве да то есть сокращение труда затрат времени затрат и это тоже был один из основных триггеров конечно полезные привычки или уроки истории да то есть если мы вспомним другие пандемии когда-то мы научились носить маски когда-то мы правильно научились мать руки при каких-то инфекционных заболеваниях а при ковиде конечно мы с вами познали что такое СИЗ что такое безопасность и так далее ну и постоянно нужно учиться в целом наша медицинская профессия говорит потому что мы постоянно учимся постоянно развиваемся и наша отрасль лучевой диагностики как ни одна другая отрасль не развивается настолько быстро что нам надо постоянно обновлять свои знания вчера мы работали на классической аналогии санкибаками а сегодня у нас все в автоматической системе и после так как Арниел нажал кнопочку завершил исследование доктор сделал заключение и сейчас еще добавляется у нас искусственный интеллект сюда у доктора появились у наших докторов подсказки искусственный интеллект дальше заключение автоматически буквально в течение каких-то минут приходит смартфон вашу электронную историю болезни и соответственно здесь вот посмотрите очень маленький путь прошел когда все автоматизировалось все изменилось и конечно здание которое мы получали ну еще даже я получала на курсе то есть первичные подготовки это было в 2005 году сейчас в 2021 году эти здания уже неприменимы по сути потому что оборудование другое качество исследования другое и доктора от нас ждут что-то больше ну как я уже сказала коронавирус это не только угроза но и возможности а возможностей появилось очень много да то есть это и автоматическая запись это и какой-то помощник либо ассистент рентгенового брата который ведет всю организационно-документационную работу либо это человек который помогает спозиционировать это разработка внедрения стандартизации низкодозного протокола исследования и в Москве да то есть на как на скрининге очень много часто используют это момент формирования резервов специалистов и мы делали большие рассылки уважаемые коллеги кто сейчас не задействован в кабинетах например закрыли кабинеты на КТЦ да то есть на ковидный и закрыли ваш кабинет МРТ денситометрии стоматологии пожалуйста напишите нам вы нам нужны в компьютерной томографии буквально за 2-3 дня мы обучали этих специалистов не только в Москве но и больших большое плов был обучение из регионов да то есть к нам приезжали мы здесь обучали и сразу отправляли например в больницу работать коммунарка известная мне кажется уже всем во всякие временные госпитали ВДНХ и так далее и так далее и так далее в Ороново-Буцовскую больницу да то есть это прям был процесс да и у меня так и осталась эта группа резервов в которой я размещаю просто имеющиеся вакансии не обязательно связанные с ковидом да то есть с данной эпидемиологической ситуации вот у нас группа резервов специалистов которые хотят подработать которые готовы подработать раньше такого конгломерата в Москве да то есть такого структурных нечет их не было ну и конечно большая база методической поддержки ни для кого не секрет что во время ковид-истории да то есть вот этой пандемии каждое утро в 9 утра мы выходили в эфир и читали всевозможные версии они касались компьютерной томографии магнитной резонансной демографии рентгенолабораторного дела классического маммографии и так далее да то есть сначала конечно был направлен на борьбу с коронавирусом с компьютерной демографией как правильно его обрабатывают как правильно сделать калибровку потому что рентгенолаборант один на один остался с оборудованием и доктора рядышком не было доктор сидел в отдельном чистом так называемом чистом помещении где это было возможно соответственно сначала мы направляли знания в эту сторону но а потом расширялись ну и все это конечно влегло в основу нашего профстандарта и мы уже об этом много будем говорить на различных конференциях что такое профстандарт это наши с вами квалификационные требования к нашей специальности и мы уже с вами видим что у меня так заголовок называется помощник конечно самостоятельный специалист и мы видим что посмотрите зелененькие галочки у меня стоят мы видим что это прям галочками я вам отмечаю да это выполнение самостоятельное выполнение региологических услуг единственное что я хочу здесь оговориться что в профстандарте появились две новые функции мы с вами работаем как классическая технология компьютерная томография и отдельная обобщенная функция у нас появилась по магнитной резонансной томографии да при этом требуется отдельный сертификат если у нас раньше был сертификат одно один на все функции то теперь у нас про стандарты две общих функций на классической регионологии и отдельно на исследования связанные с иными источниками а иной источник неизирующий у нас магнитная резонансная томография появилось много дополнительных функций это и проведение самостоятельное и внесение доз и расчета доз и контроль доз и проведение исследований контрастного усиления то есть у нас прямо вот здесь четко прописана функция выполнения исследований с внутриверным более основным введением контрастного препарата с помощью автоматического инъектора это наша трудовая функция здесь нам уже доктор не нужен первый документ который у нас после во время пандемии вышел это у нас сами профстандарт изучите его пожалуйста подробно для себя это то что вы должны и обязаны делать это ваши трудовые функции ну и второй документ не менее интересный это у нас вышли новые рентгенологические правила и в этих рентгенологических правилах уже узаконено то есть узаконено самостоятельное рентгенологическое и описание врачом рентгенологом в цифровом виде на удаление из чего состоит этот документ это положение о дистанционном консультативном диагностическом центре так называемом в нашем случае это референс центр то есть главное здание где собраны все врачи рентгенологи и они описывают это выдача результатов исследований пациентов в цифровом виде то что я сказала в самом начале что через пару минут после исследования у вас в вашей электронной карте в городе Москве это уже реализовано появляется заключение появляется снимок все у вас эффективное видео вам никуда ходить не надо единственное что вы натренируете врачу терапевту все-таки объяснил что написано в этом заключении ну и узаконенные технологии в формате рентгенологии врач с возможностью полного отсутствия врача в консультивной организации ну как это выглядит то есть если мы с вами посмотрим на схему вот у меня представлена такая утрированная схема то есть где разделяется зона рентгелабаранта то есть либо направляющая организация и что делает врач рентгенолог в референс-центре либо если он работает на удалении но самое важное во всей этой схеме это то что всегда постоянно неважно доктор сидит с вами рядышком или он где-то консультирует на стороне то есть за пределами у вас постоянно идет процесс коммуникации и оранжевая стрелочка ярко-оранжевая вы это видите без коммуникации конечно это невозможно ну и помимо этого конечно должна быть правильно подготовленная инфраструктура арам врача соответствует определенным требованиям арам рентген лаборанта должен тоже соответствовать определенным требованиям должна быть программа там должна быть обратная связь вкс сейчас я с вами разговаривал через телекамеру через обратную связь но я хочу и от вас получать обратную связь это называется связь вкс когда доктор может увидеть подсказать помочь и у нас есть замечательный проект это шлем то есть региона бренд одевает шлем и врач региона неважно где он находится то есть в километре от этого здания или в 100 километрах от этого здания главное чтобы был хороший интернет и что региона бренд делает на экране это очень важно особенно начинающим и на киллаборатом чтобы им могли оказать помощь консультативную конечно при создании референс-центров про то что мы говорим что региона бренд настоятельен специалист должно быть соответствующее методическое сопровождение это первая программа в которой выработают различные миссы медицинской информационной системы их на рынке очень много диалог химия и так далее соответственно она должна быть адаптирована для нас и самое важное чтобы в этих системах была возможность нанести комментарий технолога два раза до исследования когда мы собираем какой-то анамнез и после исследования почему у нас исследование может не получилось надлежащим качеством то есть мы про качество говорили на предыдущих невских форумах когда я рассказывала про систему аудита региологических исследований мы много-много об этом говорили и собственно говоря да вот почему не получилось может быть при маммографии у женщин склюлась четвертой степени конечно тогда или третьей степени мы никогда не можем вывести малышную железу в соответствии ну и так далее и обязательно региолога должна быть возможность поставить приоритет задания что вот этого пациента надо экстренно писать и у врача тогда появляется соответствующая табличка и он понимает что надо быстро-быстро этого пациента писать тогда не бывает никаких сбоев скандалов никаких неприятных ситуаций о региологах на местах пациент доволен врач доволен что он получил качественные снимки его никто не увлекает региолога абсолютно спокоен что он все сделал правильно он внес все комментарии и соответственно пациент вовремя получит обратную связь но конечно у методических рекомендаций когда сопровождение я подразумеваю и просветительскую работу для населения население должно быть памятки они должны с вами у нас ориентироваться куда им идти зачем что будет происходить и так далее прямо очень кратенько расскажу что у религи лаборантов на старте этого проекта возникали различные опасения как он будет работать а способен ли он работать но вот эти вопросы к сожалению не задавали не только регион лаборанты как как на самом деле мы опросили регион лаборантов до проекта и спустя три месяца после реализации этого проекта ответы были потрясающие разные и мы уже видели на старте когда задавали вопрос как вам часто необходима помощь обращали генолога многие на старте уже отвечали что редко она нужна в основном это кабинет компьютерной магнитолизации магнитолизации где у нас оказывается анестезиологическая пособие в этих кабинетах и после старта когда прошло какое-то время психологически люди подуспокоились переосознали свою роль в профессии и увидели что смотрите как у синеньки у нас с вами появился процесс практически никогда не нужна помощь это в классической реминологии в различных кабинетах и смотрите какой парадокс представляет следующие две картинки когда врач находился рядом не всегда сразу у регион лаборантов получилась получить обратную связь врач не загружен никакой другой работы ему ничего не надо делать то уже когда создался референс центр когда врачи сидели отдельно были сосредоточены на своей задаче у регион лаборантов стало получаться получать обратную связь сразу то есть не рядом с ним нету пациента нету других отвлекающих факторов врач занят только описанием этого исследования а регион лаборант занят только проведением этого исследования и вот так изменилась роль лаборатор конечно мы можем говорить и я буду об этом говорить о всяких типичных ошибках мы прям сейчас коротко пройдемся потому что мы сами ограничены во времени но у нас много на базе радиологии москвы мы делаем различных семинаров как бы интересно подключать слушайте про типичные ошибки тело пациента представляет собой сложный объект для рентгенографии и поскольку имеет настолько разную толщину состоит из разных тканей с разной поглощающей способностью и здесь идут несоответствия очень много предыдущих годах говорили о рентген лаборантов КТ и МРТ и совершенно у нас выпало из поля зрения как оказалось работа классической рентгенологии здесь тоже очень много различных нюансов есть и наиболее часто это ошибки в позиционировании пациентов остальные ошибки у нас представлены на слайде не буду на них долго останавливаться ведут дефициту времени и следующий момент то что мы увидели это ошибки в хранении рентгенограмм вот такие моменты у нас существуют конечно мы говорим о том что есть 5 правил формирования геометрической закономерности при классической рентгенологии то есть например для уменьшения нерезкости изображения фокусной петро трубки должно быть как можно меньше насколько позволяют это практические условия съемочки ну или например расстояние между исследованием объектом и приемником изображения то есть вот это самое расстояние то есть у нас привычный так называемый фокус оно должно быть минимальным насколько это позволяет условия съемки ну и есть другие правила о которых мы будем говорить более подробно в следующий раз просто коротко представить типичные ошибки типичная ошибка в позиционировании срез на верхушке легких или неправильно установлено в целом область исследования то есть на обеих проекциях мы видим не видим четкого разделения изображения это один или один позвонков нет боковых снимочков например да ну или просто несоблюдение укладки ну или такая скажем нетипичная мы забываем про это да но вот например у нас с вами первое обрезанное то есть область исследования и второе что мы с вами здесь видим мы с вами здесь видим металл изображения что является тоже достаточно сильным нарушением да то есть мало того что мы увеличиваем тем самым дозовую нагрузку на пациента но еще и не получаем качественных исследований ну или вот например забыли правильно ротировать руку да то есть неправильно у нас с вами выведен подручилой сустав или у нас с вами неправильно подобран режим съемки все это как бы типичные ошибки да это то что мы с вами встречаемся ну и вы мне можете сейчас задать вопрос если есть такие типичные ошибки то может ли рене лаборант работать самостоятельно я вам сейчас отвечу на этот вопрос следующим слайдом и он у меня будет итоговым и резюмирован но перед тем как я перейду к следующему завершающему слайду я хочу еще раз акцентировать внимание что рене лаборант по профстандарту самостоятельный специалист в наших рене лаборант в наших правилах это все узаконено и проект да то есть пилотный проект по сознанию референс центра когда 12 поликлининг города москвы работают абсолютно без какого-либо присутствия врача-ринолога нам это доказали и вот небольшая статистика да то есть 252 специалиста в 12 медицинских организациях работают абсолютно самостоятельно всеми процессами осуществляет управление старший рене лаборант участвует больше по трудовому законодательству старшая медицинская сестра либо рене лаборант с функцией старшей медицинской сестры я думаю что со временем конечно эта должность у нас появится на мемиклаторе старший рене лаборант какой был процент дефектуры спустя уже полгода работы процент дефектуры 001 на старте проекта было 003 вы скажете это наверное очень много но в международной практике например при проведении монографических исследований вы все знаете систему оценка контроля качества такую как PGMI и на P это отлично I это прям плохо исследование которое надо переделать и по международной статистике на I выполняется 3% исследований это считается норм если специалист в своей практике не выходит за 3% некачественных исследований это нормально это он хороший специалист отлично работает у нас процент дефектуры 0.1 даже на старте было 0.3 это в 10 раз меньше того что наша первая статистика говорит нормально а мы а мы с 0.1 и все технологии очень много вопросов какие технологии региолаборанты выполняются все технологии которые мы выполняли до проекта Московского референс центра и после проекта все выполняются в полном облине ни от одной методики мы не отказались и я могу сказать что этим проектом мы доказали такую историю что региолаборанты не просто на бумаге специалисты а у нас региолаборанты наиболее качественно подготовлены и умеют качественно выполнять свою работу чем даже по мировой статистике если мы с вами уже сейчас делаем 0.3 0.1 процентов некачественных которые надо переделать и здесь не всегда я двинул от региолаборант то это уже говорит о многом то есть мы в 10 раз лучше работаем чем наши коллеги но это сейчас утрировано это шутки но тем не менее то есть мы прям видим что по контролю контролю качества наши региолаборанты работают очень хорошо ну и я вам желаю отличного дня отличных знаний которые вы еще получите у других спикеров и вот такая перспектива я думаю что вам понравилось то что я вам сегодня сказала что вы самостоятельный специалист к чему мы идем какие у нас будут дальнейшие перспективы развития нашей специальности отличного дня хорошего настроения и до новых встреч спасибо и так как вопросы адресованы в основном Евгении Викторовне и Елене Вячеславовне тогда я даю слово Елене Вячеславовне чтобы она сама смотрела на эти вопросы и отвечала вот со всей компетентностью которой она может и как положено Уважаемые субтитры когда произошла когда произошла травма день цикла ну вот такие вот общие моменты которые не всегда есть в электронной карте то есть у рингелаборанта на каждое заболевание есть у нас в Москве перечень вопросов а после исследования ну например не получился произошел артефакт увидели шрам ну или еще что-то это уже мы отмечаем после исследования также я вижу вопрос к Евгении Викторовне где скачать инструкцию по компьютерной томографии по обработке на сайте телемед ТВ или в радиологии Москвы есть целая лекция соответственно пожалуйста пользуйтесь как вы обрабатываете аппарат после таких пациентов после таких пациентов аппарат обрабатывается путем протирания соответственно нельзя орошать потому что попадают частицы на детали и инженеры всех вендоров об этом говорят что когда частицы попадают на какие-то механизмы то происходит как раз это разрушение ну неполадка в системе следующий вопрос который я вижу наверное все по большому счету но если что еще Владимир Вячеславович меня поправит уважаемые коллеги благодарю за активную работу за то что вы были эти дни с нами мне кажется получилась достаточно интересная секция из трех блоков надеюсь на дальнейший наш с вами диалог и в завершение слова в завершение дня передаю слово Владимиру Вячеславовичу спасибо Елена Вячеславовна за то что вы тоже были со мной в этой секции мне не было так страшно одному спасибо за интересные доклады всех наших спикеров спасибо организаторам спасибо всех кто нам слушал и помните о том что несмотря что не чувствуете себя одиноко рентген лаборанты мы врачи всегда с вами и врач рентген лаборанты такие же два не такой неотъемлемый тандем как ну там Маркс Энгельс как Салтыков и Щедрин как я ну как Бонча Бруевич и поэтому не забывайте что мы без вас ничего вы то без нас может быть сможете а мы без вас нет поэтому спасибо всем кто был с нами до новых встреч спасибо